Наш марафон, свободный микрофон-марафон. Так, ну что ж. Так, так, так. Сейчас на эту сцену под ваши аплодисменты выйдет замечательный чтец. Назовем так этого человека, потому что он читает чужую поэзию, но как он это делает, ребята? Сейчас вы увидите, встречайте. Константин Смятских под ваши аплодисменты появляется здесь. Всем добрый вечер. Я действительно читаю только чужие стихи. Как только начну писать свои, может быть, я их тоже буду читать. Я с детства знал, что я моряк. Мне снились мачты и маяк, а родня решила, он маньяк. Ну а время было его, остудят. Мне дед сказал, да будет так. А я ответил, так не будет. В одной из жутких передряг наш брик вертела, как ветряк и кок. Пробойца и остряк. Изрек, что качка нас погубит. Мне кок сказал, да будет так. А я ответил, так не будет. Врачи вертели, так и сяк. Мой переломанный костяк и про себя подумал всяк. Отныне плавать он забудет. Мне врач сказал, да будет так. А я ответил, так не будет. Меня одели в черный фраг и погрузили в душный мрак. И поп сказал, не будь дурак, одной душой в раю прибудет. Весь мир сказал, да будет так. А я ответил, так не будет. Господь смутился, как же так. Ну, коль он так, ну раз он так, то пусть он так его растак, живет и в здравии прибудет. Мне Бог сказал, да будет так. И я ответил, так оно и будет. Это был Леонид Филатов. Леонид Филатов. Ну и можно классик, раз на сегодня еще не звучало. Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный садом. Был на женщины зелья падкой. Разонравилось спить и плясать, И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз злобой, омутом. И чтоб прошлого не любя, Ты уйти не могла к другому. Поступ нежный, тонкий стан. Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, Я стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом босин. Я б навеки пошел за тобой, Хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Стихотворение, которое я уже читал на этой неделе у Гриши, Но прочитаю еще раз, потому что он мне нравится. Стихотворение. Гришу я бы не стал звать «Оно». Что-то опять происходит не так, И что-то опять не то. Человек, вошедший в вагон метро, Почему-то в моем пальто. Такая же черная шляпа на нем, И тоже в одной руке он держит газету, Купленную в ларьке. Дверь закрывается. Я наблюдаю и вижу его вблизи. Вот он садится, И видно, что он тоже светловолос. Даже ботинки с таким же узором Вымазаны в грязи. Точно такие же скулы, Такой же нас. Нет чего-то забавно, Он даже не знает, кто он такой. Он издевается, Он поправляет мой галстук Моей рукой, Смотрит моими глазами На карту метро за моим плечом. Кроме него я не думаю Ни о чем. Потому что с этой секунды Мои зрачки, Не мои зрачки, И мое лицо, Не мое лицо, И рассудок уже не мой. Запредельно спокойны Его глаза, И движения так легкие, Мне кажется, Будто он едет Ко мне домой. Я бы кричал, Я бы выл от ужаса, Но у него теперь мой язык, Если бы зубы остались моими, Я бы вцепился ему в кадык, Если бы ноги остались моими, Я бы вскочил И сбежал домой, Есть ли хоть что-то, Что я унесу С собой. И вот вспоминаю Секретное имя, Которое сказано лишь во сне, Имя, которое люди уносят с собой За небесный край. Вдруг человек Замечает меня, Встает И идет Ко мне И говорит Улыбается Мое Отдай Это был Александр Филипин. Кажется, временем Еще одно можно. Хо-хо-хо. Ну, такое коротенькое, простенькое. Девочка сидит у окошка, За окошком едет рыцарь, На кошке. Или, может быть, на медведе. Интересно, куда он едет? Может, хочет спеть сиренаду О любви с каштановым взглядом И кудрями спелого лета? Рыцари, Такие поэты. Даже если идут на дракона, Говорят с ним о красе небосклона, И загадывают году загадки, И играют простодушные в прятки. А потом они дерутся. Недолго. У драконов велико, Чувство долга. И кончается бой Отпиранием душ, И дружбой, И взаимным братанием. Девочка сидит на балконе, Едет рыцарь На крылатом драконе. Тихо плачет Позабытая кошка. Все красиво, Только грустно. Немножко. Это был Андрей Гулялин. Всем большое спасибо за внимание. А это был Константин Смецких. Спасибо, Костя, что ты приходишь На наше мероприятие. Очень рад тебя здесь видеть. Ну что ж.